Я работаю на Северстале, всегда участвовали, всегда выезжали на уборку территории города. Постараюсь, это очень хорошо. Вот около дома, около подъезда своего, только здесь и там, все. Если будет возможность, обязательно. Обычно на призыв пойти на субботник горожане охотно откликаются, но часто лишь на словах. На деле к всеобщей уборке присоединяются сотрудники предприятий, организаций. В порядке обязательном. Вот и в этот раз в департаменте ЖКХ разработали план субботника. Подготовка к мероприятию грандиозная, желающих поучаствовать с каждым днем все больше. Мы уже получили 33 заявки на участие в субботнике, именно на землях общего пользования. Приблизительно выйдет около 900 человек на работы на территориях общего пользования. Кроме этого, в уборке территорий примут участие все муниципальные и унитарные предприятия города. Тысячи людей будут убирать череповец в течение целого дня. Для того, чтобы участвовать в субботнике, жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию, где для каждого найдется инвентарь. Нами размещено 80 объявлений на многоквартирных домах с приглашением жителей принять участие в уборке придомовой территории. От нашей компании выйдут на субботник дворники, уборщики, инженерно-технические работники, водители. Будет задействовано 6 единиц техники. В субботник пройдет не только в Череповце, но и в Зеленой Роще. Сотни людей приедут сюда, чтобы убрать мусор за несознательными отдыхающими, которые этого не могли сделать сами. По данным специалистов, в Зеленую Рощу за лето посещают 120 тысяч череповчан и гостей города. После себя оставляют тонны мусора. Добровольцы убирают эту территорию ежемесячно, но чище здесь не становится. Как говорят сами борцы за чистоту, дело в культуре поведения людей. В эту субботу обязательно мы участвуем вместе с теми. У нас в своих территориях участвует отделение российского своего спасателя и выйдут все на субботник. Будем наводить порядок в нашем доме. Убирать тонны опавшей листвы, ветки деревьев и другой мусор будут тысячи людей по всей области. Субботник назначен на 8 октября. Кстати, инициатором генуборки стал губернатор области Вячеслав Позгалев. Когда выведем людей, мы ведем порядок, вывезем этот мусор, очистим легкие череповца от этой грязи, от этого мусора. Я готов приехать к вам, если запишите мне в ряды добровольцев, мне все равно придется из этой области трудиться 8 октября. В китайской поговорке сказано, не там чисто, где убирают, а там, где не сорят. Если бы мы чаще следовали этому принципу, то и устраивать субботники можно было бы реже. Спасибо.